Зуля-Стадник. 41-я кошка. Старушки не находили себе мест, поэтому им ничего не оставалось, как выскочить из своих квартир на лестничную площадку, чтобы поискать место там. Они столкнулись нос к носу. Мы поступили скверно, вопросительно вытянулся нос бабы Сани. Очень скверно закивал нос бабы Васи. Обе старушки повесили носы. Нечего нам было совать нос куда не следует. Ничего, эти кошки не пропадут. Да, они еще и назад вернутся. И будем мы снова приходить и жаловаться. Еще как будем. Но все равно нехорошо. Лилия Царапкина в больнице, а мы... Ей и так там не сладко. Конечно, не сладко. Там ведь не дают никаких сладостей. Одну только холодную кашу. Фу, какая гадость. И тут баба Саня вспомнила, что утром она сварила целую кастрюлю супа. А баба Вася вспомнила, что еще с вечера напекла целый тазик пирожков. Старушки кинулись в свои квартиры. Схватили кастрюлю и тазик и вместе выбежали на улицу. Отнесем это Лилии Царапкиной, решили они. Может, тогда она нас простит. Насытый-то желудок. Но пройдя несколько шагов, они остановились. Ой, что-то у меня кастрюля больно тяжелая, сказала баба Саня. А у меня тазик, сказала баба Вася. А у меня, между прочим, ноги больные. А у меня, между прочим, руки. На их пути стояла скорая помощь. Здравствуйте, заглянула в окошко баба Саня. А вы, случайно, не в травматологию едете? Едем, ответил водитель скорой и строго посмотрел на старушек. Но не случайно. Мы там работаем. А вы не могли бы заодно мою соседку туда отвезти? У нее ноги болят. И мою соседку, закивала баба Вася. У нее руки болят. А где же ваши соседки? Удивленно взглянул водитель. А мы сами и есть соседки. Да-да, мы в соседних квартирах живем. Вон в том доме, видите? Вижу. Водитель еще строже на них посмотрел. Вот и идите себе домой. Тут баба Саня начала медленно падать в обморок. Очень медленно. Водитель даже успел выскочить и ее в руки подхватить. Но при этом баба Саня крепко сжимала кастрюлю с супом. Ни одной капельки не расплескала. И как вам не стыдно, сказала баба Вася, бросать на улицы двух больных старушек? Разве этому вас в детском садике учили? Меня в детском саду вспомнил вдруг водитель. Учили доедать кашу и допивать компот. Это от того, что он оказался в близком соседстве с тазиком пирожков и кастрюлей супа. И кроме этого он вспомнил, что именно сегодня за завтраком не успел доесть кашу и допить компот, Несмотря на то, что воспитатели и нянечки так старались его научить этому в детском саду. Он торопился на работу и поэтому остался голодный. Все-таки воспитатели и нянечки не подготовили его ко взрослой жизни. Надо было сразу с детского сада приучаться к жизни впроголодь и закалять свой организм отсутствием завтрака. От вас пахнет завтраком, пробормотал водитель и готов был тоже упасть в обморок. Только немедленно, а немедленно. Но баба Вася вовремя высунула из тазика пирожок. Хотите? С творогом и малиной. Хочу, ответил водитель, неприученный с детства бороться с голодом. Он уже потянулся за пирожком, но баба Вася сунула его обратно в тазик. Покормлю вас в пути, схитрила она и залезла в машину. За ней туда сунулась и другая старушка. Но я не могу подвезти вас, я даже не знаю, кто вы такие, откуда свалились с вашими тазиками. Меня бабой Саней зовут, сказала старушка Александра, а меня бабой Васей зовут, сказала старушка Василиса. Водитель сел за руль, завел мотор и сам вытащил себе из тазика пару пирожков. А я дядя Валя, то есть Валентин. Пирожки были вкусные. Настроение стало отличное. И дядя Валя подумал, а что бы в самом деле не отвезти этих двух прекрасных больных старушек в травмпункт. Он преспокойно ехал и уже почти добрался до больницы. Как сзади услышал громкую полицейскую сирену. Две полицейские машины обогнали его и проследовали вперед. Это были те самые машины, которые подключились к ловле дорожных нарушителей. Ой, ойкнула баба Саня. Ай, айкнула баба Вася. Ограбление, преступление, пожар, террористы. Неважно, ответил им дядя Валя. Нас это не касается. Мы в больницу едем. Ой-ой-ой-ой, заохала баба Саня. А если там нужно оказать первую помощь? А может даже и вторую? Ай-яй-яй-яй, заохала баба Вася. Как не стыдно, а мы еще тебя пирожками кормили. Водитель вздохнул и отправился в догонку за полицейскими машинами. Давайте я угадаю, что вам хочется больше всего. Заглянуть в коробки, верно? Как же там бедные-бедные кошки. Ведь там, в этих коробках, не повернуться, не погулять, не спинку почесать, свободного места нет. Просто кот наплакал. Но какой-то кот, может быть, и плакал, а вот наши кошки ничуть не собирались. Сначала они, конечно, напугались, когда над ними сомкнулись картонные крышки коробок. Но потом, когда хозяин сбегал в магазин и кинул в кузов пакет, их настроение тут же поменялось. «Кажется, сосисками пахнет», — принюхались черные кошки. «Или сардельками», — ответили белые кошки. «Или колбасками» — обрадовались серые кошки. А может, даже котлетками мурлыкали рыжие кошки. А полосатые молча облизнулись. Разве может остановить сорок кошек на пути к сосискам какая-то полоска скотча? Кошкины лапы толкались, кошкины когти скреблись, и через несколько минут кошкины мордочки высунулись из коробки. Сосиски замяукали все. Следующая часть пути прошла куда веселее. Вскоре в кузове ни одной сосиски не осталось и ни одной голодной кошки. Они мурлыкали от удовольствия, пока грузовик не съехал на проселок. Колеса запрыгали по колочкам, и кошкам это не слишком понравилось. «Ой, из нас сейчас все сосиски назад выскочат», — испугались кошки. А это, между прочим, очень ценная вещь. Они решили не рисковать сосисками и выпрыгнуть из кузова. Тем более на таких ухабах грузовик поехал не так быстро, как раньше. Вскоре все кошки выбрались наружу и осмотрелись. Давайте поглядим вместе с ними. Где это мы все оказались? Справа — поле, слева — поле, сзади — грузовик, а впереди — лес. Не слишком долго думая, кошки направились вперед. Не грузовик же им догонять. Сосисок там все равно не осталось. Прибежали в лес, забрались на деревья и поглядывали сверху, как по полю мчатся три полицейские машины, одна скорая и еще автомобиль. И все вдогонку за грузовиком. Вскоре машины приблизились к грузовику, и водителю ничего не оставалось, как остановиться. Он вышел с поднятыми руками и опущенной головой. Он понял, что вся его жизнь коту под хвост. И все из-за этих ко... в коробках. Из полицейской машины выскочил полицейский, а из автомобиля — Василий Хвостиков, Лиля Царапкина и кошка-веснушка. Лиля вытянула один костыль в сторону водителю грузовика. — Вот, это он увез их. — Кто? — спросили полицейские. — Сокровища, — ответил Василий Хвостиков. — Ко... Кровища? — поправил его водитель грузовика. — Какие еще ко... сокровища? — удивились полицейские. — Черные, белые, серые, рыжие и очень много полосатых, — сказала Лиля. — И мне полагается половина, — добавил Василий Хвостиков. Лиля подпрыгнула на одной ноге к грузовику и заглянула в коробки. — Там было пусто. — Кыс-кыс-кыс, — звала она. — Кыс-кыс-кыс-кыс. За ней к грузовику подошел водитель. — Где мои кошки? — спросила его Лиля, приподняв одну из пустых коробок. — А где мои сосиски? — спросил водитель, заглянув в пустой пакет. — Постойте, там в коробках были ко... Кошки? — Да. — Ни кобры, ни кольца, ни кошельки. Нет. Ни короткоствольное оружие и ни косвенные улики. Нет. — Что? — подпрыгнул Василий Хвостиков. — Какие еще кошки? Вы же сказали, что там сокровища. — Но эти кошки мне очень дороги, — призналась Лиля. Водитель прислонился спиной к кузову и облегченно вздохнул, а потом укоризненно посмотрел на Лилю. — Ваши сокровища съели все мои сосиски. — Они очень любят сосиски, — улыбнулась Лиля. Полицейские удивленно поглядывали на всю эту компанию, ничего не понимая. Но тут произошло еще кое-что неожиданное для них. Из машины скорой помощи выскочили две старушки и со слезами на глазах кинулись к Лиле Царапкиной. — Да-да, ведь они тоже преследовали их вместе с полицейскими. И ужасно удивились, увидев и знакомый грузовик, и водителя, и Лилю Царапкина. — Это мы во всем виноваты, — воскликнула баба Саня. — Это мы украли кошек, — закивала баба Вася. Они тут же во всем признались и извинились. И сказали, что они больше никогда и ни при каких обстоятельствах не будут воровать кошек. — Но жаловаться и ругаться мы не перестанем, — добавила баба Саня. — Это само собой, — кивнула баба Вася. Полицейские слушали всех, разинув рот, а потом начали понемногу хихикать, пока не захохотали во весь голос. И тогда всем стало ясно, что они-то уж точно не будут ни жаловаться, ни ругаться, ни забирать в участок. Только штраф выпишут. Они так всем и сказали, когда посмотрели водительские документы. — А может, вы еще и кошек найдете? — попросила Лиля Царапкина. — Это запросто, — кивнули полицейские. Подошли к кузову и начали с умным видом рассматривать коробки. Эти кошки сидели в этих коробках. Умно рассудили одни полицейские. Эти коробки лежали в этом кузове. Умно сообразили другие полицейские. Но самыми умными были полицейские из третьей машины. Они сказали, смотрите, эта полосатая кошечка чему-то принюхивается. А Веснушка и правда вытянула мордочку, повертела головой, а потом побежала в лес. Полицейские тоже повернули головы вместе с кошкой и пустились за ней вдогонку. И Лиля попрыгала за ними на костылях. — А давайте я вас лучше на руках донесу, — предложил Василий. — Заодно посмотрю на сокровища. Все-таки мне половина полагается. — Я думала, вы меня не захотите теперь видеть. Я вас обманула. — Я не захочу вас видеть, — удивился он и подхватил Лилю на руки. Еще чего. За ними поплелись баба Саня, баба Вася и недоумевающий дядя Валя с тазиком пирожков в руках. Через пару минут полицейские оказались у леса и увидели кошек на деревьях. Смотрите, на деревьях кошки. Обычно весной листья распускаются, а тут, на тебе, кошки распустились. Лучше бы они не распустились, а спустились. Да как их снять? Дождаться осени, и они сами слетят с деревьев, как листья. Будет не листопад, а катопад. Но как только кошки увидели Лилю, они сами сползли и спрыгнули с деревьев и побежали к любимой хозяйке. Наша Лилечка, мурлыкали они, наша царапулечка. Василий опустил Лилю на землю, и кошки потерлись мордочками об ее загипсованную ногу. Вот скажите спасибо Веснушке, Лиля показала на сорок первую кошку. Это она помогла мне вас найти. Да, очень умная кошка, закивали полицейские. Прямо вундеркот. Мы бы сами хотели такую себе участки завести. Она бы нам все преступления раскрывала. Спасибо тебе, Веснушка, мяукнули кошки. Прости нас, это все прекрасно, сказала водитель грузовика. Но кто вернет мне мои сокуты, сосиски? Это был, между прочим, мой недельный запас. А вы не ворчите, сказала баба Вася и взяла из рук дяди Вале тазик с пирожками. Вот, лучше угощайтесь. И ты, Лиля, царапки набери. И все, давайте-ка по пирожку. Уважьте старушку, я с этим тазиком полгорода проехала. Все взяли по пирожку, потом еще по одному. И всем хватило. Даже голодной Веснушке досталось. Очень питательно причмокивали полицейские. Вообще-то, обиделась баба Саня, мой суп тоже вкусный. Я с ним тоже полгорода объехала. Только тарелок нет и ложек, чтобы вы смогли его попробовать. А так, может, и на пирожки глядеть бы не стали. Здорово, подхватил ее Василий Хвостиков. А я как раз кафе открываю, поваров ищу. Может, вы как раз и подойдете. Лучше к нам в столовую, заспорил дядя Валя. У нас в больнице как раз поваров не хватает. Поэтому там больных только холодной кашей кормят с утра до вечера. Они вон даже из больницы от такой каши сбегают. А может и пойдем, сказали старушки. Хорошо, а теперь мне пора в больницу. А то здесь, оказалось, никому первую помощь оказывать не нужно. И даже вторую. Дядя Валя отправился к машине скорой помощи. Старушки вместе с ним. Полицейские тоже вернулись к своим машинам и уехали. Остались только Лиля Царапкина, Василий Хвостиков, сорок кошек и еще одна. Подвезете нас до дома? Спросила Лиля. Конечно. А вы помните, что должны мне половину сокровищ и одно свидание. Что? Вы возьмете двадцать кошек? Двадцать с половиной, посчитал Василий. Вот не знаю, что у яснушки лучше, голова или хвост. Мне хорошо все ответила Лиля. Так как вы собирались ее делить? Если бы мы почаще виделись, мы могли бы поделиться. Скажем, вам можно гладить ее спинку, а мне чесать пузико. Лиля засмеялась. И вообще, раз вы меня обманули, то мне полагается сорок одно свидание и сорок один кошачий хвост в качестве компенсации за моральный ущерб. Да куда вам столько кошек, удивилась Лиля. Ага, значит, вам они нужны, а мне нет? Василий снова подхватил Лилю на руки и понес к машине. Или вы жадничаете? Все кошки зашагали за ними. Василий и Лиля сели в машину, а кошки попрыгали на задние сидения. Но там не всем хватило места, поэтому некоторые уселись на коленях, на полу, на полочках и под ногами. Веснушка снова прыгнула Лиле на плечо. Никогда мне еще не приходилось везти столько пассажиров. Надеюсь, меня не остановят еще раз за нарушение правил дорожного движения. К Лиленому удивлению Василий повез ее не к дому, а к симпатичному зданию в центре города. Вот здесь будет мое кафе, объяснил он. Давайте посмотрим, понравится ли там вашим кошкам. Кошки выпрыгнули в окно. Всем хотелось посмотреть, куда они приехали. А вы хотите, чтобы они жили здесь? Удивилась Лиля. А почему бы и нет? Когда я увидел всю эту ораву хвостатых красавиц, сразу понял, что им тут самое место. Кто не захочет позавтракать в такой компании? Они зашли вовнутрь, а вслед за ними юркнуло сорок хвостов. Значит, это будет кота-кафе? Спросил Лиля. Да. А вы согласитесь здесь работать, когда поправитесь? А какая у меня будет должность? Я умею только рисовать и ухаживать за кошками. Я еще не придумал, как она будет называться. Кота-нянечка, менеджер по кота-порядку. Согласны? Лиля кивнула и посмотрела на него с благодарностью. Присаживайтесь. Он на тот диван предложил Василий Хвостиков. Можете вытянуть ноги и отдохнуть. Что вам принести? Мне? Чашку чая? Ответила Лиля. А нам тазик молока! Мяукнули кошки. Он уже отправился на кухню, как его остановила Лиля и сказала. Василий, я думаю, вы хороший человек. Я отдам в ваши добрые руки все свои сокровища. А сорок одно свидание будет? Да. Василий Хвостиков ушел заваривать чай и искать в холодильнике молоко поскорее, чтобы Лиля не заметила, как он улыбается до ушей, как чеширский кот. А Лиля присела на диван, вытянула уставшие ноги, все сорок кошек подбежали к ней. Черные кошки уселись в ногах, белые кошки мурлыкали над ухом, серые кошки устроились под боком, рыжие кошки облизывали руки, а полосатые ходили вокруг, подняв хвосты. Веснушка тоже, наконец, спрыгнула с плеча и улеглась рядом, опустив пятнистую мордочку ей на живот. А Лиля погладила ее и сказала. Вот и правда, что такие кошки приносят счастье. Елена Фельдман, звездная дорожка, водолей. Звездный мальчик-маленький моряк смастерила из месяца блесну. В облаках плывет его каяк и везет кудрявую весну. У весны прозрачные глаза, на подоле вышиты цветы, и мерцает нежно бирюза на запястьях белых с высоты. Милый мальчик, парус не жалей, мир заждался спутницу твою, но смеется тихо водолей, правя к рыбам легкую ладью. Рыбы! Небесные рыбы плывут косяками над смуглыми старыми материками, плывут над забытыми чьими-то снами, слегка поводя золотыми хвостами. Плывут пряный воздух, лениво глотая, и в заводе неба колеблясь и тая. Куда вы плывете? Откройте секрет! На запад! Отсеете, что бросил рассвет! Овен! Ну что за упрямый и глупый барашек? Скажи, для чего тебе столько кудряшек? Зимой ты без них простудился бы, знаю, но в юге утихли, намаешься в мае. Я лишь подровняю волнистую шерстку, сложу твои белые локоны в горстку. А-а-а-а! Пчхи! Андромеда чихнула слегка, и ветер по небу разнес облака. Телец Передай приветы маме из созвездия Тельца. Близнецы Детская комната вдруг опустела. Брошены мячики, куклы, тетрадки, книга раскрыта в начале. В чем дело? Может, играют хозяева в прятки? Кормят дракона? С кентавром гуляют? Или катает их рысь непоседа? Нет! Во дворе близнецы помогают маме, затеявшей стирку с обеда. Крошка сестра мылит просто неловко. Брат их полощет в ковше со старанием. Пододеяльник висит на веревке с сине-зеленым полярным сияньем. Рак Когда весь мир заснет, трудяга рак спускается к воде с песчаной корки. В его клешнях ракушка с тихим крак откроет перламутровые створки. И белое сияние зальет причал и удивленную медузу. Рак тряпочкой жемчужины протрет и поползет на небо с ценным грузом. Для этих жемчугов среди орбит уже готовы бархатные гнезда. Рак с гордостью сами шевелит. Он мастер, он выращивает звезды. Лев! Небесный лев весьма сердит. Сидит без ужина с весны. Какой охотник будет сыт рожком рассыпчатой луны? Лев бьет изогнутым хвостом и с неба катится звезда. Лиловым бархатным ковром над ней сомкнется гладь пруда. И станет гуще летний мрак. Но я успею загадать. Чтоб выловил звезду рыбак и в небо отпустил опять. Дева! Звездная река течет безбрежно. На больших серебряных качелях маленькая девочка прилежно чистит цепи, чтобы не скрипели. Самая обычная девчушка. Круглые очки и две косички. На курносом носика на пушке. В белых сандалетках ноги спички. Плавно ходят цепи вправо, влево. Ну, скорее, садись! И полетели! Над притихшим миром кружат Деву! Звездные огромные качели! Весы! Во тьме двенадцать раз пробьют часы И медленно проявятся на небе Аптекарские старые Весы, Что взвешивают вечно Быль и небыль, Печаль и радость, Правду, что горчит, И ложь, Что слаще Сахара и меда. А чаша, где прощение лежит, Все легче почему-то Год от года. Пускай в прорехах Лиственная тень И встреча с солнцем Реже И короче, Но чаша, на которой Летний день Всегда весомей Чаши Зимней ночью. Скорпион Ползет По небу Скорпион И грозно Щелкает Клешнями Вжик-вжик И клонится Пион Над марсианскими Полями Вжик-вжик И срезан Стебелек Венерианского Тюльпана Вжик-вжик И лунный Василек Чуть не упал На дно Вулкана Пустеют Звездная Луга Ни роз, Ни маков, Ни душицы Кто вызовет На бой Врага Стрельцу Пора бы Возмутиться Но не со злости Скорпион Стрижет Небесный Сад Клешнями Он Важным Делом Увлечен Собрать Букет В подарок Маме Стрелец 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 Стрелец